Давайте рассмотрим 6 базовых правил внутренней SEO-оптимизации. Для того, чтобы сайт успешно продвигался, недостаточно разместить уникальный контент и закупить ссылки. Безусловно, это важные факторы ранжирования, но есть много других критериев, которые учитываются поисковыми системами. Сегодня я расскажу о шести правилах внутренней SEO-оптимизации. Буду рад обратной связи после просмотра, оставьте свое мнение в комментариях. Итак, приступим. Правило номер 1. Это составляем семантическое ядро и оптимизируем структуру сайта. Это первый этап внутренней оптимизации. Семантическое ядро нужно для того, чтобы вы четко понимали, по каким ключиковикам будет продвигаться ваш сайт. Каждая страница должна быть оптимизирована под один основной ключ. Также можно включить несколько дополнительных фраз. Главное, чтобы не было переспама, за это можно попасть под фильтр. Сразу продумайте структуру сайта. После группировки ключей разработка структуры упростится. Не делайте более 3-4 уровней вложности. Сайт не должен становиться лабиринтом. Если вы точно знаете, что в некоторых рубриках будет мало контента, то, возможно, стоит включить их в другие разделы. Второе правило — это прописываем метатеги title и description. Метатег title — это заголовок страницы, который отображается в результатах поиска. Оптимальная его длина — не более 60 символов без пробелов. Информация из него указывает на релевантность страницы — поисковому запросу. В tag title обязательно надо включить основной ключ, под который оптимизируется данная страница. Но не забудьте, что title составляется не только для роботов, но и для людей, которым нужно мотивировать перейти на ваш сайт. Сравните два заголовка — «Купить ботинки Москва недорого» или «Купить ботинки в Москве по цене от 1500 рублей». Наверняка второй заголовок более информативен и интересен, чем первый, который написан чисто для роботов. Ну и теперь разберемся с description. Его задача — это конкретизировать информацию, представленную в заголовке. Здесь может быть краткая аннотация статьи, раскрытие условий акций или товарного предложения. Текст должен быть интригующим и побуждающим пользователей перейти на страницу. Ни в коем случае не делайте нерелевантных описаний с целью получения больших переходов. Это повысит показатель отказов и приведет к ухудшению позиций в дальнейшем. Поисковики используют информацию из description по-разному. Например, Google выводит текст из description в результатах поиска, а Яндекс подтягивает текст со страниц, хотя информацию из description все равно берет к сведению при ранжировании. Поэтому обязательно пропишите ключевые фразы в этом метатеге. Правило 3 – настраиваем индексацию. Если не настроить индексацию, то поисковые роботы будут добавлять в индекс все страницы и файлы, в том числе служебные. Очевидно, что это не приведет ни к чему хорошему, поэтому крайне важно создать как минимум два файла и разместить их в корни сайта – robots.txt и sitemap.xml. В robots.txt вы указываете роботу, какие файлы индексировать, а какие нет. Sitemap.xml помогает роботу сориентироваться в структуре сайта. Перейдем к четвертому правилу – делаем перелинковку. Внутренние ссылки делают сайт более удобным, связывают страницы в единую логическую цепочку. Кроме того, с их помощью перераспределяется вес страниц. Чем больше ссылок ведет на страницу, тем более она значима для поисковиков. В идеале на каждой странице не должно быть более 100 внутренних ссылок. Проверяем сайт на мобилопригодность. По данным Яндекса только около 20% сайтов Рунета оптимизировано для просмотра на мобильных устройствах. В это же время доля мобильного трафика сегодня составляет порядка 60%. По этой причине Яндекс в начале 2016 года и запустил «Владивосток», который учитывает мобильную оптимизацию при ранжировании. Проверить пригодность сайта для просмотра на мобильных устройствах можно в разделе «Проверка мобильных страниц» Яндекс. Вебмастера. Google же запустил подобный алгоритм годом ранее. Проверить, насколько сайт «мобайл френдли» можно с помощью инструмента «Проверка оптимизации для мобильных» в Google Search Console. Ну и наконец, шестое правило. Работаем над юзабилити. Юзабилити важно не только для пользователей, но и для поисковиков. Не зря же Google и Яндекс рекомендуют открыть доступ в robots.txt к файлам JS и CSS. Именно с их помощью роботы анализируют внешний вид и удобство сайта. При оптимизации юзабилити обратите внимание на дизайн сайта и цветовую гамму, размеры и типы шрифтов, наличие структурированного текста. Оптимизируйте размеры изображений и количество мультимедийных элементов, чтобы они не перегружали страницы. Разработайте понятное меню. Если сайт удобен, то пользователи проводят на нем больше времени. Чаще возвращаются, больше страниц просматривают, совершают больше покупок. Таким образом растут поведенческие показатели и конверсии. Вот и все на сегодня, буду рад вашему лайку. Новые видео появляются на канале регулярно, поэтому не забудьте подписаться, чтобы не пропустить ценную информацию. Рад буду пообщаться с вами в комментариях под этим видео. Ну а пока, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова